День народного единства – молодой праздник. В Беларуси его отмечают только в третий раз. Но в городе над Богом уже сложились свои традиции празднования. Утром 17 сентября жители областного центра собираются у входа в парк культуры и отдыха. Именно здесь находится памятник на братском могиле советских воинов-освободителей, погибших в 1939-1944-1945 годах. Представители местных органов власти, дипломаты, военнослужащие и представители молодого поколения. Неравнодушные брещане пришли, чтобы возложить цветы к подножию мемориала и почтить память защитников минутой молчания. Венки и корзины легли у подножия монумента в знак памяти о событиях тех военных лет. Людской поток не прекращался достаточно долго, и это неудивительно. Каждый брещанин пришел, чтобы отдать дань памяти. Ко всем присутствующим обратился мэр города Бреста Сергей Лободинский. Сегодня, 17 сентября, наша страна празднует День народного единства. День, который изменил вектор развития Бреста на многие десятилетия. Наша сила в единстве. Только вместе мы сможем эффективно противостоять тем, кто внук пытается оживить идеи нацизма, сеять национальную вражду, разжигая религиозную нетерпимость. Исперегая и умножая бесценное наследие, наша страна уверенно идет по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития. Мы многое делаем, и можем делать еще больше только вместе, только сообщаясь, и будем сплочены и едины. Мира, добра, успеха в созидательном труде, на благо нашего любимого места. С праздником, дорогие Брещане! С Днем народного единства! Дата 17 сентября 1939 года для жителей Западной Беларуси сегодня имеет особое значение. Потому неудивительно, что в разговоре с журналистами Сергей Лободинский акцентировал внимание на том, что белорусы от мала до велика разных профессий и конфессий объединены общей идеей, чтобы наша страна была лучшей и крашем. День единства, наверное, в первую очередь для себя. Это единое мнение того, что мы живем правильным курсом. Мы делаем одно дело, чтобы наш любимый Брест и наша страна была лучше и крашем. Наверное, это самое ценное, что сегодня объединяет всех людей. Чтобы не было войны, чтобы воевать мы только могли на стезе поля, либо за станком. И от вклада каждого и ценности каждого труда мы имели то, что мы сегодня имеем. Благополучие, достойные зарплаты, возможность ходить по улицам, не бояться того, что наши дети могут свободно под чистым небом гулять. Мы строим школы, сады. И это, наверное, самое дорогое, что у нас есть. Мир и любовь к родной земле. Все же начинается с маленького. Нас учат есть, нас учат ходить. Точно так и в нашей стране. Путь и ценности, и традиции, которые были заложены еще нашими отцами и дедами, они сегодня крепнут. И естественно, что мы сегодня привлекаем нашу молодежь, чтобы они понимали и ценили те моменты, которые были в истории нашего государства. Безусловно, такой праздник для нашей страны и белорусского календаря стал символом того, что белорусы едины. Он объединил всех тех, кто любит свою страну и старается делать все возможное, чтобы она процветала и крепла. День единства – это праздник объединения людей, когда люди собираются вместе, как старое, так и новое поколение, и поддерживают друг друга. Очень важно, что в наше время появляются новые даты, которые мы можем всей страной отмечать, поддерживать и собираться. Это праздник, в первую очередь, память о героях, о воинах Красной Армии, благодаря которым на данный момент мы являемся суверенным государством, мы живем в мире. Для нас этот праздник – это, наверное, незыблемая основа для каждого белоруса, который проживает на этой земле. Мы видим, насколько важен для нас этот мир, в котором мы живем. Надо сохранить все те самые славные традиции нашего белорусского народа и показывать всему миру, что мы можем жить в достатке, со своей национальной культурой, все добро мир созидать и показывать всему миру еще раз, насколько важно для нас единство и сохранение мира на земле. Продолжились праздничные мероприятия в Брестском областном общественно-культурном центре. Здесь прошло торжественное собрание и концерт Родима Тоя «Что нас ядная». С приветственным словом к брещанам обратился заместитель председателя городского совета депутатов Валерий Тарасов. Мы, белорусы, всегда демонстрировали его в переломные моменты истории. Именно единство давало нам силы для победы над врагами и обстоятельствами. Так было в 1939 году прошлого века, когда воссоединились наши исторические земли. Что было бы невозможно без стремления белорусов жить в одной семье. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда антопанты столкнулись с поистинным всенародным сопротивлением. В тяжелое послевоенное время белорусы всегда были едины перед лицом трудностей и вызовов. Говоря о празднике Дня народного единства, с позиции сегодняшнего времени мы еще раз убеждаемся, что сила белорусской нации в ее единстве. А оставаться сильным и сохранять свое единство белорусам позволяет патриотизм. Ни один национальный праздник не проходит без исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Юные артисты из творческих коллективов Брещины вместе со всем залом прочувствовали торжественность момента и дружным хором исполнили гимн. Затем началась концертная программа. Образцовый ансамбль танца «Крыничка», «Мажоретки», солисты Оркеста «Пограничная группа» и участники хора «Ветеранов войны и труда». Каждый коллектив воспевал красоту родного края. Каждый артист своим творчеством проживал историю нашей страны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Среди гостей праздника «Молодые люди», которые находятся в начале своего жизненного пути, и те, кто уже вписал свои имена в историю родного или ставшего родным городом. Сегодня мы вместе с нашими белорусскими друзьями, коллегами отмечаем праздник День национального единения народов. И, конечно же, в этот праздник хотелось бы пожелать всем добра, мира, процветания. От имени Генерального консульства Российской Федерации я хотел бы поздравить также руководство Брестского областного исполнительного комитета, Брестского городского исполнительного комитета и всех, кто задействован в наполнении российско-белорусских межгосударственных отношений. 17 сентября в этот день восторжествовала историческая справедливость, и белорусы воссоединились в единое государство. Едининение позволило выставить в годы Великой Отечественной войны и победить фашизм. Сегодня белорусский народ един в стремлении строить мирное и независимое государство, сохранять свою суверенность и независимость, приумножать достояние республики, передавать подрастающему поколению эстафету исторической памяти. И кто, как не мы, молодежь, должны сохранить историческую правду и мир в нашем государстве. Мира вам, добра и процветания, мирного неба над головой, дорогие брещане и жители нашего государства, родной, любимой и процветающей республики Беларусь. Дорогие брещане, сегодня прекрасный праздник, и я от всей души вас поздравляю с этим праздником. Единственное пожелаю – берегите мир. Всегда и везде отстаивайте наши права, нашей родной Беларуси. День народного единства объединил все города и деревни в единый большой национальный праздник. В этот день все белорусы солидарны в чувствах патриотизма и надежды на светлое и мирное будущее нашей страны, за сильную и процветающую Беларусь.